Здравствуйте, уважаемые зрители! Оказывается, в росте цен виноваты яйца, куриные. Такая мысль накануне прозвучала на совещании в правительстве. Странное дело, я грешным делом думал, что в повышении цен виноваты продавцы, которые уже не успевают вывешивать новые ценники, виноваты посредники, которые бессовестно накручивают цены, чиновники, которые не справляются со своими обязанностями по недопущению дорожания. А на самом деле, вот оно что, яйца всему виной. Скажите, друзья, вы знали, что у нас в Казахстане существуют национальные нормы потребления овощей? То есть это то, сколько каждый человек должен потреблять в год. Так вот, каждый из нас за год должен съедать 140 килограммов овощей. 140 килограммов! Это жизненно важные нормы, необходимые для поддержания организма в работоспособном состоянии. Ну а сколько овощей мы потребляем на самом деле? Я не думаю, что многие из нас хоть как-то дотягивают до этой нормы, особенно в последнее время. Потому что цены на все овощи взлетели и продолжают свой бесконечный полет. Потому что у нас низкие доходы и потому что эти цены никто не контролирует. Ладно, по овощам. Без них наш организм как-то вытянет. Да прости от меня, вегетарианцы. Но вот что касается мяса, особенно в нашем суровом климате. А вы знали, что рекомендованная диетологами норма мяса не менее 75 килограммов в год на взрослого человека? Потому как умственный и физический труд требует энергии. Взрослый мужчина в день должен съедать до 220 граммов мяса, чтобы поддерживать мышечную массу. Ну а что у нас на самом деле? Судя по тому, как выглядят наши мужчины, в основном мы худые да костлявые, то мы наверное точно не выдерживаем все эти положенные нормы. Ну а что же наши дорогие власти? Куда же смотрят это всевидящее чиновничье око, которое обычно быстро подмечает то, что ей необходимо, а то, в чем нуждается народ, не замечает в упор. Напомню, в каждом нашем регионе есть стабилизационные фонды, которые должны закупать овощи, фрукты и другие продукты впрок, а затем отпускать их в продажу за средние цены. Однако то, как они работают, совершенно нас не устраивает. Есть они, нет их, цены все равно продолжают расти. Кроме того, вот уже несколько лет власти все время говорят о строительстве оптово-распределительных центров, которые, по идее, должны сдерживать цены. Однако дальше разговоров дело не идет. За эти несколько лет эти ОРЦ построены только в одном-двух регионах, но и там цены не поддаются контролю. Замечу, по подсчетам экспертов, каждый месяц казахстанцы оставляют на рынках и магазинах более 700 миллиардов тенге. Согласитесь, огромная сумма и немалая доля из этих средств уходят в карманы посредников и перекупщиков, которые, особо не напрягаясь, накручивают цены на товары первой необходимости. И вроде чиновники все время заявляют, что борются с этими посредниками и монополистами, прикрывают их, ну, имеется в виду, закрывают их, а не прикрывают грудью. Хотя, кто знает, штрафуют их, ведут с ними переговоры и так далее. Только нам от этого всего не холодно, не жарко. Да, насчет холодов. Скоро зима, а это значит, цены вновь пойдут вверх. И кто же будет во всем виноват? Снова яйца? Точно куриные?